А сейчас вы узнаете, стоит покупать этот коньяк или лучше пройти его стороной. Ну что ж, господа, я приветствую вас на канале Недетские Забавы. Ну и коньяк у нас сегодня не французский, а армянский. В свою очередь это мой традиционный 5 лет. Был у нас в слепом сравнении, когда мы искали самый лучший популярный армянский коньяк. Пятилетний. Проявил себя на среднем уровне. Давайте посмотрим, как он покажет себя в сингл-обзоре. А бутылочки? Бутылочка у всех коньяков до КВ-шной серии, у всех примерно одинаковые. Такие вот вытянутые, приплюснутые, похожие на какую-то старую такую фляжку времен русско-турецкой войны бутылки. Такие бутылки подходят после распития, после обдирания этикеток для использования по второму кругу, чтобы туда, я не знаю, наливать самогон. Потому что, ну, вполне себе интересно. Бутылка у нас розлив. Это 28.09.2020 года. Ну и давайте, в свою очередь, почитаем контр-этикеточку. Армянский коньяк, но и традиционный пятилетний. Минимальный срок выдержки коньячных дистиллятов 5 лет. Для его определения подходящие слова элегантность, мягкость. Ну и все, больше слов для его определения почему-то нет. Состав. Коньячные дистилляты выдержанные. Вода питьевая умягченная. Сахарный сироп. Пищевая добавка. Пищевой краситель Е150А. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет. Вот такая вот информация у нас на контр-этикетке. И, в свою очередь, ну, ничего сверхъестественного. Опять у нас сахарный колер. Опять у нас сахарный сироп в составе. Такое себе, как сказать, бутылка. Да, бутылка интересная. Но, так как я знаком и предвзято отношусь, так сказать, к такой компании, как Ной. Особенно в его традиционном трехлетнем варианте. То, в принципе, у меня нету ярого желания купить данный коньяк. Когда я вижу на полках в магазинах. Давайте почитаем, что пишут об этом напитке в интернете. Регион Армения. Производитель Арарат ЕКВВК. Бренд Ной. Линейка бренда. Традиционная крепость. 40%. Класс коньяка 5 звезд. Выдержка 5 лет. Коньяк обладает приятным свежим ароматом. В котором ощущаются нотки фруктов, ванили и сладковатые шоколадные штрихи. Кус коньяка. Изысканный фруктовый. С тонкими нюансами шоколада. И полутонами сладких специй. Ну, так. Вполне себе аутентичненько написали. Давайте почитаем интересные факты. Коллекция коньяков Ной от ириванского конечного винно-водочного комбината Арарат названа в честь библейского Ноя, который после потопа посадил, согласно легенде, в долине горы Арарат первые виноградные лозы, став прародителем виноградоводства и виноделия в Армении. Армянский коньяк Ной традиционный 5 лет создается из купажа конечных спиртов, которые выдерживаются в дубовых бочках минимум 5 лет. Классический коньяк демонстрирует чистый гармоничный вкус, утонченный аромат с нотками специй. Он знакомит с вековыми традициями армянского коньячного производства, увлекая элегантным, сильным характером. Специалисты рекомендуют подавать коньяк в чистом виде или в компании с сухофруктами, шоколадом и кофе. Ну давайте познакомимся с этими вековыми коньячными традициями Армении, как указано в интернете, и нальем за очередь этот коньячок. Ну что ж, господа, коньяк налит, постоял, подышал, прошу прощения за слегка грязный бокал, забыл протереть от капель оставшихся от воды. Ну и оцените пока его цвет и маслянистость. Я в свою очередь хочу порекомендовать вам всегда давать подышать вашим напитком, так как это пойдет им только на пользу. Ну что ж, будем приступать непосредственно к его ароматическим характеристикам. Не спиртуозный, не сладкий отдает сухим виноградом, сухим вином в то же время с нотами кофейности, с нотами корицы. Слегка моченое дерево, моченый дуб, если сильно прям втягивает, так скажем, воздух через ноздри, есть легкая спиртуозность. Ничего сверхъестественного, вполне себе для пятилетнего коньяка звезд с неба не хватает. То, что ждешь, в принципе, от недорогого армянского коньяка здесь есть. Никаких каких-то интересных нюансов, все в рамках, так скажем, приличий. Никаких сладких тонов, все больше в сторону сухого вина. Давайте попробуем на вкус. Ну, знаете, были такие советские карамельки. Вот это что-то вот подобное. Что-то такое, знаете, химическо-сладко-карамельное. Очень, как я и говорю, похоже по своему вкусу на именно дешевую советскую старую карамель. Ну и как-то все остальное я упустил за этим интересным нюансом. Давайте попробуем еще раз. Сейчас глоток побольше. Что хочется отметить, изначально не спиртвозно. Спиртвозность проявляется уже после сглатывания, так скажем. Идет на противоходе, так это назовем, вкус. Опять-таки, вот эта сладость дешевой карамели. Но тут уже при более большом глотке появляется дерево легкое. С легким налетом корицы. Но опять-таки, никаких ни фруктов, ничего такого. Все больше именно в такую дешевую сахарную карамель с какими-то химическими добавками. Все, что могу об этом сказать. В принципе, больше ничего. Давайте еще разок. Да, действительно, это не шоколад. Возможно, легкий кофе. Основным компонентом является дешевая карамель, которая, в свою очередь, посыпана каким-то легким налетом корицы. Пить, в принципе, можно. Но за эти деньги, мне кажется, можно поискать и что-то более интересное. В свою очередь, если не пробовали, можете ознакомиться. Но прежде чем сделать это, сходите по ссылочке в описании по всплывашке в углу экрана. И посмотрите, как данный коньяк проявляет себя в слепом сравнении с другими коньяками. Так скажем, своего класса. Ну и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ударить колокол, написать в комментарии, что вы думаете об этом коньяке, да и вообще о линейке коньяков, но и в целом. Ну и не забывайте, самое главное, не бухайте, занимайтесь спортом.